Из-за него можно зацепиться и тянуть зубы. То есть нужно смотреть по 3D-рентген снимку, и это уже делает доктор-ортодонт для того, чтобы расчет сделать правильный. В общем, если говорить на человеческом, да, простом, не на птичьем вот этом, стоматологическом, а на человеческом простом, я сейчас вам расскажу. Просто вам нужно конкретно прийти к стоматологу и просто там пройти обследование. И стоматолог, глядя в ваш ротик прекрасный, скажет, можно ли с вашим имплантом делать брекеты или нельзя. А я советую вам всем записаться именно к Вартану Валериковичу. Я обязательно оставлю его страничку, потому что еще по секрету, скажу, пока он не слышит, у него очень часто бывают крутые розыгрыши, включая и импланты разыгрываются, и все что угодно, и красивые улыбки. И столько уже людей он счастливыми сделал. Какие улыбки красивые получаются. Просто смотришь и наслаждение. А какая семья замечательная. Сколько у вас детей? Восемь, десять? А, четверо. У меня палец в двери остался. Судя по тому, что между Вартаном Валериковичем и его супругой такая любовь, я думаю, что восемь, десять вполне себе реально. Но наблюдать за этой семьей действительно одно удовольствие. Это вот прям пример семейных ценностей, которые можно и нужно брать. На переднем зубе кариес боюсь из-за боли. Ну, слушайте, боюсь, не боюсь. Ну что, нравится, не нравится, спи, моя красавица, как говорит наш президент. Встали и пошли. Укололи вам все. Ну что значит боюсь? Нету. Если пациент очень сильно боится боли, то он может попросить врача, чтобы он помазал это место, где он будет обезболивать. И вы даже не почувствуете вкола приятного. Знаете, как вот известный профессор, стоматолог сказал, что если пациент побывал у стоматолога, и ему было приятно, то тут два варианта. Либо он был не у стоматолога, вот, и занимались они не лечением зубов. Либо второй вариант, этот пациент душевно больной. Нет, есть еще третий вариант. Либо стоматолог приехал в гости. Ну да, они не лечили зубы. А этот, сейчас все безболезненно, но сказать, что будет приятно, ну, это нужно просто побороть, вот, в голове перестроить. Слушайте, ну вы идете к гинекологу, вы что рассчитываете, что будет там приятно? Ну, ну, вот реально. Каждый раз, когда вы идете к врачу, вы понимаете, что любая манипуляция, даже вот, взятие анализ крови, из пальца, из вены, неважно, все равно это неприятно. Ну, как-то с этим же мы живем. Особенно женщинам вообще стыдно говорить про то, что больно будет, боюсь. Уж мы-то рожаем, господи. Будущий результат, он того стоит. Вы про те неприятные ощущения, не болевые, а неприятные, вы забудете через пару дней. Вижу все, не вижу препятствия. Так, 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 так. Какую пасту порекомендуете? Ну, я думаю, что все-таки это больше к терапевтическому лечению, стоматологическому. В зависимости от индивидуального случая. Если есть проблемы с деснами, значит, больше для лечения десен. Если хотите отбелить, то... Но к одной пасте точно не нужно привыкать. Нужно разнообразие делать. Добрый вечер, только включилась. Можно ли контакты врача? Конечно. Сразу после этого эфира, вот прям под этим видео, я оставлю страничку врача, можно записываться. Тем более, что Вартан Валерьевич часто бывает в Москве. Он приезжает, у него очень много пациентов, а в Краснодаре у него своя собственная клиника. Он принимает и там, и в Москве. Вот меня в Москве принимают. Кто-то в Краснодар прилетает. По предварительной записи вы просто мне в директ пишете, отправляете фотографии зубов ваших с разных ракурсов. То есть смыкаете зубы, как обычно, и максимально широко так улыбаетесь. И фотографируете спереди, слева, справа. И еще две фотографии с широко открытым ртом, сверху вниз. Нижние зубы, снизу вверх, верхние. Вот эти пять фотографий отправляете в директ и ваш номер телефона. И я вам лично перезвоню уже. А если я из другой страны, будет ли возможность уехать домой в перерыве между лечениями? Да. Есть возможность либо приехать и, ну, условно, за две-три недели вы остаетесь на три недели, да, там. Но опять же, если нет имплантации, там, скажем так, только вот виниры или коронки. Либо вы всего нужно там от трех посещений, да. То есть с интервалом в три недели вы можете приезжать, уезжать, там, в зависимости от того, как вам удобнее. Так, ждем, Светланочка, обязательно приезжайте. А сколько будет стоить сделать весь род? Вот Катерина спрашивает. Ну, если не учитывать зубы мудрости, на них мы никогда не устанавливаем виниры. То есть, допустим, 28 зубов по 20, это 560 тысяч рублей. Если вдруг нужно еще дополнительное лечение, то это отдельно. Либо хирургические манипуляции. Например, то же удаление зуба мудрости, это уже отдельно. Но если с зубами все в порядке и полость рта санирована, то есть кариесов и других каких-то побочных, там, например, все каналы вылечены. Если есть леченые каналы и они корректно вылечены, то тогда только вот в эту стоимость 20 тысяч входит и обезболивание. Временные виниры, постоянные виниры, обработка, слепки, все под ключ в эту стоимость входит. А консультация гонотолога в эту стоимость входит? Нет. Консультация и заключение гонотолога, это отдельная процедура. Она очень высокотехнологичная, сложная. И на специальном оборудовании гонотолог, с которым я сотрудничаю, она 11 лет проходила обучение в Австрии и в Японии. У нее оборудование, ну, я бы так сказал, человек 5-6 по всей России владеет этой технологией. И консультация и диагноз, вот полностью, включая даже план лечения по индивидуальным параметрам вашим, будет стоить 35 тысяч рублей. А мне сказали, что надо пересадку костей. Это очень больно. Пересадку нет, но костную пластику. Это у меня была костная пластика, я вам сейчас расскажу. Костная пластика, это не больно. Но у тебя ощущение, что как будто, я не знаю, ну, как флюс, как будто такое. Может быть, может не быть. Может пойти хорошо, а может не очень. Все зависит от того, как вы будете воспринимать и какой иммунитет на данный момент. Да, и на какой челюсти это. Если верхняя челюсть, то бывает синяк, отек. Потому что мы заходим в зону гайморовой базуки. У меня синяка не было. А если нижняя челюсть, то меньше. То есть, ну, и от объема костной пластики тоже много чего. Да, вот мне снизу, мне, кстати, не наращивали костную ткань, потому что она в порядке. Да. Сверху было, да, такое, что два раза наращивали. Да, только 3D-регент снимок покажет, я смотрю индивидуально. Может, у вас вообще все хорошо. И уже говорю, нужно или не нужно. Миллион рублей нет, половину меньше, в половину. Сколько стоит везти рот, уже сказали. Где территориально находитесь? Лариса, смотрите. Территориально либо Краснодар, либо Москва. Москва, проспект Мира. На данный момент проспект Мира, дом 102. Шикарная просто клиника. Я сама туда езжу и дочку вот возила. Так что, да. Вам понравится. Как лучше исправить клинковидный дефект зубов? Ну, нужно смотреть, какая причина. Обычно клинковидный дефект либо из-за неправильного положения зуба, либо и нужно понимать, какого размера этот клинковидный дефект. Лучше всего виниром, если клинковидный дефект большого размера. Если маленького, можно фотополимерную пломбу поставить. И посмотреть, сколько она будет служить. Но обычно это все рано или поздно приходит. Все равно нужно делать винир. Сколько будет? Иди, и пишешь потом. На данный. Девочки. Чем угощаете стоматолога? Ой. О, да. Чем я угощаю? Красная рыба. Красная. Очень вкусная. Мне понравилось. Да, сливочно-чесночный соус с креветками и шпинатом. Так что все. Сегодня рыбный день у нас. Рыбные делали салатик. Вкусный. Главное диетическое. Я тоже худею по марафону Ирины Александровны. Но не всегда придерживаюсь, потому что очень часто... Ну, как только Вартан Валерикович приедет подольше в Москву, чтобы здесь был три недели. Я обязательно его возьму к себе на марафон и мы покажем результаты. Потому что я уверена... Ну, я сейчас на 10 килограмм похудел. Ну, вот. Ну, вот. Ну, пока это... Все реально. С нашей большой семьей это тоже достижение. А, вот такой вопрос интересный, да? Из Америки, кстати. Подскажите, пожалуйста, а чем отличаются виниры от люмиров? Отличаются они материалом. Люминиры они делают из специального циркония. А виниры из полевошпата. Это керамика. И я вам так скажу, когда виниры были толщиной... Ну, это виниры делают немецкие производители. Были... Минимальная толщина была в районе полутора миллиметров. То люминиры сильно выигрывали в конкуренции за пациента, да? Потому что толщина люминира была 0,8 миллиметра. Сейчас виниры немцы научились делать толщиной 0,3 миллиметра. А это в три раза меньше, три раза тоньше, чем люминиры. У люминиров плюс только в том, что он лучше перекрывает цвет зуба. Но они более искусственные, хуже крепятся к зубу. Не такая сильная адгезия, то есть, ну, приклеиваемость. И, кстати, этот недостаток американцы трансформировали типа в преимущество. Вроде как пациент спустя многие годы может при желании снять эти люминиры. Но это ерунда полная. Потому что если зубы были протравлены, было вот, ну, долгое время ношения с люминирами, нужно будет делать новые. То есть, они это так как бы нивелируют этот момент. Я рекомендую лучше виниры керамические фирмы ЕМАКС, фирмы ИВАКЛАР, модель ЕМАКС. Вот это самые такие продвинутые. Как у меня? Да. Это вот надежно, они не темнеют, они не полятся. Они в два, в два с половиной, почти в три раза крепче, чем родные зубы. У меня уже два с половиной года. И вот, если вы посмотрите, там, и десна, и зубы сами, они как были, вот, ну, это при условии, что если все протоколы соблюдены, вот, ну, прям, четко соблюдены. Если не соблюдать, или врач неопытный, или еще что-то там, он неправильно сделал, то тогда будет и десна синяя, и кровоточивость, и запах, и так далее. То есть, ну, будут проблемы. Поэтому, когда у пациента с винирами, керамическими винирами проблемы, он всем рассказывает, что виниры это плохо, это некорректно, потому что, ну, нельзя судить, там, например, о марке Toyota плохо или Mercedes, только потому что, там, водитель плохо ездит за рулем, он разбился, а в этом виноват, там, автопроизводитель. То есть, если сравнивать, то лучше керамические виниры, и правильно сделанные. Скажите, если сверху, снизу немного зуб на зуб заходит спереди, можно ли это исправить элайнерами? Можно, если грамотный доктор. А как укрепить десну? Десна нужно к парадонтологу. Парадонтолог определит, какая реальная проблема, и составит индивидуальный план лечения. Это рассказывать можно на три дня. А Ксюша спрашивает, стоит ли лечить единственный оставшийся зуб мудрости и начинает тревожить? Да удалите вы его. Нет, лучше удалить. Иногда бывает зуб мудрости спускается на место рядом стоящего удаленного зуба, и он может участвовать в полноценном акте жевания. То есть, это уже по факту семерка, а не восьмерка. Семерку удалили, и, ну, такая ситуация была лично у меня. В детстве удалили семерку по травме, из-за травмы, и восьмерка выросла на месте семерки. Поэтому, ну, как бы, такой зуб не надо удалять. Сколько по времени установка импланта? 15 минут, 20 минут. Вот, кстати, хороший вопрос. Тамара пишет, какие венеры композитные у меня? У меня, когда я пришла к Вартану Валериковичу первый раз, и он посмотрел мне в рот, он очень сильно расстроился. Потому что он сказал, ну, как можно было такой красивой женщине поставить композиты? Что это за врач? Покажите мне его. Это обман, которым пользуются врачи, и пользуются они ввиду неграмотности пациентов, и ввиду жадности пациента. Вот композитный винир... Чтобы вы понимали, это было на перезагрузке передачи. Это передача жадная. Перезагрузка, жадная передача. Поставили мне композит. Ну, вы понимаете, вам просто не объяснили всех нюансов, если пациент будет... Это как вот с диетой и правильным питанием. Если пациент будет четко понимать, что он делает, то он не будет есть всякую ерунду и гадость. А если он не понимает или самообманом занимается, он, конечно, выбирает то, что нельзя, а потом, не знаю, судорожно пытается похудеть или ищет причину своих бед. То же самое и с композитом. Это табу ни в коем случае никогда не делайте, даже на две недели не делайте. Вот вообще не делайте. Лучше переждать, там, дон накопить или как занять, или еще что-то. Но не делайте. Композиты испортят ваши зубы. Ну, либо навредят очень сильно. Ну, прям полностью испортят, может, и не испортят. У всех по-разному. Поэтому рекомендую только керамические. Нужно ли делать гигиену полости рта, если виниру устанавливают? Нужно. Вот у нас вчера была пациентка, она 7 месяцев не делала. И она говорит, мне кажется, виниры потемнели. Я говорю, а такого не может быть. И когда я посмотрел, сделал осмотр, там было понятно, что она, мало того, что профессиональную гигиену не приходит делать, она еще индивидуально, так, через раз там выяснилось, что делать. И вот нужно правильно делать индивидуальную гигиену. И у всех людей по-разному накапливается налет, камень этот. У кого-то через 2 месяца уже налет прям активно собрался. Особенно на нижних зубах, с внутренней стороны. А у кого-то и на год хватает. Поэтому тут все индивидуально. Если вы курите, если вы часто кофе пьете, и у вас так сложилось, что из-за PH слюны быстро накапливается камень, то вам нужно раз в 2 месяца приходить на профгигиену. Либо вообще там сильным заядлым курильщикам раз в месяц приходить. Потому что без зубов можно остаться вот так вот, по щелчку пальца, и ваши зубы будут лежать на полочке. Подскажите, пожалуйста, а для керамических виниров очень обтачивается здоровый зуб? Тогда речь идет не о здоровье же. Не очень. Все познается в сравнении. Вот если сравнивать с теми коронками, которые раньше устанавливались, металлокерамика, на примере, то под металлокерамику обрабатывается зуб со всех сторон на толщину 2,5 мм. Ну, 2-2,5 мм. Минимум 2. А под винир зуб препарируется только с передней поверхности на толщину 0,3 мм. И, опять же, я же говорю, если доктор компетентный, если доктор работает по старинке, у него мало опыта, он там делает по старой школе, то, конечно, он может взять и миллиметр, и полтора убрать, а потом сказать, ну, так надо, а пациент уже не вернет свою ткань твердую. Циркония лучше или керамика? Да, керамика, потому что циркония не имеет химическое свойство, циркония не позволяет химически приклеиться к тканям зуба, а керамика может приклеиться намертво, то есть керамика будет дольше служить. Плюс циркония в том, что если отсутствует зуб, пациент не хочет имплантанты, а хочет мастовидный протез, то тогда надо цирконии. Вот сейчас вот мне хотелось бы, чтобы вы поступили как у настоящего мужчины, Вардан Баерикович. Представляете, какой вопрос. Ирочка, какая вы были хорошенькая, а сейчас прям что-то не то с вами. Я не знаю, что мне с этим делать, как мне теперь с этим жить. Я думаю, вы стали еще лучше, а девушка имела в виду, наверное, другая. Я не знаю, что она имела в виду. Вот следующее сообщение. Ирочка, вы красотка. Так, два года назад поставила два импланта, и так стоят только временные винтики. Что мне делать? Дальше продолжать надо. Либо в той же клинике, либо можете хоть к нам приходить. Только нам нужно знать, какой фирмы импланты. То есть вы должны знать, какая система и какой фирмы, чтобы доктор смог подобрать специальную супраструктуру. Это винтики там, в общем, ключики. У каждой системы свои. А в винире делается на всю оставшуюся жизнь? Нет. Ничего вечного не бывает. Что? Что я слышу? Я вам так скажу. Все зависит от того, как вы будете за зубами ухаживать. Точно так же, как и с автомобилем, как и с собой. Если вы за собой ухаживаете, правильно питаетесь, правильный образ жизни, ложитесь спать вовремя, в общем, нормально живете, то ваша жизнь будет там долгая, счастливая. 90 лет или 100 лет. Ну, кому сколько отведено. Если вы на себя вообще просто... Плюете. Плюете, да. То вы 5 лет можете не протянуть. То же самое и с зубами. У меня вот товарищ мой, он очень состоятельный человек, бизнесмен, все. Я ему поставил виниры. Я говорю, нужно ухаживать. Он говорит, не царское это дело, в зубах ковыряться. То есть, якобы... Ну, он вроде бы поддерживает профгигиену, индивидуальную гигиену, профгигиену раз в 3 года делает. В итоге, чем все закончилось? Спустя сколько лет? Ну, спустя где-то 8 лет или 9 лет прошло. У него во рту сейчас осталось штук 5 или 6 зубов. И тот состоятельный бывший бизнесмен сейчас уже несостоятельный. И он не может себе позволить имплантации. Он ходит с протезами. Мы с ним дружим, да, ну, как дружим, ну, в хороших отношениях дружим, но я ему не могу поставить, я ему говорю, приди, сделаем тебе импланты, но при этом не хочу, потому что имплант, это тоже не на всю жизнь, потому что тоже зависит напрямую от гигиены. То есть, если вы, ну, представьте, вот в машине не будете менять масло, как долго она вам прослужит? Да, она не прослужит. Ну, то есть, ну, как бы, может быть, там, 15-20 тысяч километров пройдет. А здоровье это еще нижнее. Вот смотрите, я приведу маленький пример. Я хожу к стоматологу постоянно, хожу к флебологу постоянно, к косметологу и к гинекологу. Ну, вот так вот как-то у меня поставлено, да. И делаю еще чекап по анализам раз в полгода. Прихожу к флебологу, я с 16 лет стою на учете у флеболога, и говорю, у меня был ковид, и я переживаю, потому что есть опасность тромбоза, да. На что он мне говорит, Ирина Александровна, пока вы приходите ко мне регулярно, у вас будет все хорошо, потому что вы под наблюдением. Также точно со стоматологией. Если вы регулярно ходите к врачу, делаете гигиену, если вы под наблюдением у врача, то у вас все будет хорошо. Вовремя будет заменен имплант, если нужно, либо не заменен, потому что вы делаете гигиену правильно. Гигиена решает. Да, гигиена решает. Все зависит от того, насколько внимательно вы к своему здоровью. Потому что это только ваше здоровье. Это не здоровье стоматолога. Это ваше здоровье. И вам решать, как вы относитесь к себе. При хорошем раскладе они прослужат вам верой и правдой 20 лет и даже больше. Основная причина, по которой пациент, допустим, вы идеально все соблюдаете, вовремя ходите к доктору на профгигиену, индивидуальную гигиену поддерживаете. Основной причиной, по которой вы поменяете виниры через 20 лет, это будет в момент взросления человека идет усадка костной ткани. И вот эта стыковка белого винира и желтого корня, она будет оголяться. То есть, это единственная причина, то есть, эстетика, которая может заставить вас поменять этот винир. Не то, чтобы зуб портится или еще что-то, а именно эстетика. Особенно у пациентов, у которых широкая линия улыбки, высокая, он улыбается, и у него десна видны. Если десен не видно, то можно не менять и через 20 лет. Огибаешь нормально. Да. То есть, это вот только вот эта причина. Не видно. То есть, а есть улыбка, когда вот так вот прямо десна открывается. Как вам попасть на прием? В Директ, вот Ирина Александровна оставит мою страничку, и напишите мне в Директ, и не забудьте, если вы хотите скидку, то не забудьте написать... Ромакот Агибалова. Да. Я напишу. Или на Александровну Агибалова, или просто Агибалову напишите, то я сразу пойму. Если вы хотите попасть на прием, сначала нужно пройти онлайн-консультацию, а потом оффлайн, потому что вас много, я один. Всю работу от начала до конца буду делать я. И мне нужно понимать, что пациент понимает, о чем речь идет, и какая стоимость, потому что многие хотят прийти на оффлайн-консультацию, а потом говорят, ой, а я думала, у меня там на 50 тысяч или за 100 тысяч все управимся. Вот. Поэтому я заранее на берегу договариваемся, там обозначаю сроки, объемы, стоимость. И если пациента все устраивает, тогда уже назначаю. Вот такой вот алгоритм действий. Так. Сначала думаю, что это за родственник у Ирины, потом послушал, смотрю, доктор, дай бог здоровья. Взаимно. А перед имплантом сказали, что нужно нарастить ткань. Это долго делают? Нет. Только что говорили. 20 минут. Да. Очень, кстати, быстро. А на передние зубы ставят импланты? Да, конечно. Я, насколько знаю, даже вообще все могут импланты, да, установить? Вот вы рассказывали, что кто-то у вас... И на 4-х минимум, допустим, если вообще зубов нет, то минимум 4 импланта, максимум 10. Все зависит от показаний и от размера челюсти. Если девушка с маленькой челюстью, то 6 или 8 имплантов. Если мужчина, и который любит там пожевать, прям так вот, ну, крупная челюсть, то можно и 10 имплантов поставить. Если остался молочный зуб сбоку, перед установкой виниров, его нужно удалять? Нужно сделать снимок, посмотреть, сколько корней осталось у этого молочного зуба в кости, насколько он стабильный. И тогда, ну, это такое, как сказать, винир не помешает этому зубу. То есть, если он стоит крепко, надежно, то винир ему не сделает хуже. Если же он там на честном слове, то нужно удалить его и поставить имплант. А теперь очень коварный вопрос стоматологу про полоски Oral Pro отбеливающие, поскольку очень многие блогеры их рекламируют. Здесь вот такая шаткая позиция. Я вам так скажу, отбеливание – это такая временная процедура, которую лучше использовать только когда очень нужно один или там несколько раз. Ну, например, там, свадьба вашей или дочери, или там какое-то супер, какое-то мероприятие. Вот был случай, когда у нас моя пациентка, присела, скажем так, на вот эти отбеливания, и она делала их регулярно, раз в полгода. И у нее пошла проблема такая, что у нее была чувствительность, у нее эмаль была как мел, то есть она, стоило ей что-то крепкое укусить, и прям эмаль откалывалась. И потом, когда я встал виниры на эти зубы, эмаль этих зубов, которая, ну там, она уже не помнит, сколько раз отбеливала, она была как мел, то есть стоило мне дотронуться бором, он сразу проваливался. Это нехорошо, когда, ну, вы же понимаете, что это маркетинг, и это многие, все должно быть в меру. Кока-кола тоже не вредна, если ее там раз в год, или там раз в полгода выпил, ну, для удовольствия. Но если злоупотреблять, это будет плохо. Так, сыну 7 лет, где жевательные зубы лезут еще одни, и что делать? К ортодонту, детскому ортодонту, он сделает рентген, расчет, и будет смотреть, либо назначит пластины, либо скажет подождать, либо там, ну, в общем, ортодонт будет. Так, на словах, ничего не вижу. Если поставила мост, а десна воспаляется, то с чего начали? Мост неправильно поставлен, скорее всего, там его нужно снимать, делать и профгигиену, и парадонтологическую гигиену, то есть у специального доктора, и уже потом ставить имплант в отсутствующий зуб, в зону отсутствующего зуба. А сколько по стоимости установка элайнеров на обе челюсти? Это индивидуальные элайнеры, они же там от, в зависимости от исходного клинического случая, там количество кап. Элайнеры, это вот приходит ребенок или девушка, или мужчина с кривыми зубами, и программа рассчитывает, сколько кап нужно. Кому-то 10, кому-то 40, кому-то 25 кап. И нужно четко понимать, ну, вот, проносили там по рекомендации, там, две недели, одну капу, меняете другую, и вот так, вот так вы это. И стоимость, в зависимости от фирмы, у всех разная. От 250 до полутора миллионов. Вот эти элайнеры, кто как, тут нужно индивидуально смотреть. Вот люблю правдорубов. Вот взяла и сказала, Ирочка, вы красотка и суперзвезда. Сто процентов. Ну, пусть это нормально. Сто процентов. Правда. Сколько это все стоит? Наверное, целая квартира или машина во рту будет. Но уже сказали, вы, наверное, не услышали, что без скидки это будет стоить 560 тысяч. Это если все зубы. Это если все зубы. А если линия улыбки, то 400 тысяч. Поэтому сейчас я не, я вообще не помню, где можно сейчас машина, 560 тысяч. Можно разве машину найти? Ну, буушную, какую-нибудь, Лада Приора. Ну, да. Ну, совсем прям буушную, да. Добрый вечер. Марафон начался. Альфия. Марафон уже заканчивается. Последняя неделя осталась. Вы восхитительные, красивые. Спасибо вам. Вы всегда красивые, обаятельные. Спасибо. Из Краснодара. Темнеет ли Венера от красного вина? Нет. Ни от чего не темнеет. Даже если у нас был пациент, мужчина, он начальник госпиталя военного, он любитель чефира. Чефир, знаете, что такое? Это крепкий, крепкий чай. И он, когда пришел, он говорит, а вы мне говорили, не темнеет. У него зубы были просто коричневого цвета, венгер. Знаете, такая мебель есть, цвета венгер. И он говорит, это вот потемнели же. Я говорю, нет, это не потемнели, это испачкались. То есть, я взял щетку, пасту и отполировал два зуба ему, вот боковые резцы. И он долго возмущался. Это к тому, что он усомнился в моих словах. Но потом, конечно, я ему все почистил, отполировал, и он уже был доволен. Вот еще одна правдорубка. Женя, самый лучший врач Краснодара. Спасибо. А там еще были с Краснодара тоже. Приветик, но это она же. А, да, да. Ирина, спасибо за эту встречу. Добрый вечер. Расскажите про гигиену зубную пасту. Здравствуйте. Самая прекрасная девушка, которую я знаю в Инстаграм. Сто процентов. Добрый вечер. Под коронкой образовалась киста. Что делать? Можно ли ее оставить? Насколько я знаю, киста вообще оставлять нельзя. Кисту оставить, она не под коронкой образовалась, она образовалась на корне, на верхушке корня. И это как следствие неправильно вылеченного корня зуба. И нужно тут посмотреть объем, размер кисты. И если это возможно, то есть лучше перелечить. По правилам лучше перелечить. Но бывают случаи, когда размер пораженной ткани настолько большой, что лучше, безопаснее удалить этот зуб. То есть все зависит от того, какого размера. Почему удалить говорю? Потому что, например, на нижней челюсти, вот в нижнем крае челюсти идет нижний челюстной нерв. Если киста близка к нерву, то пока мы будем лечить, она может попасть в нижний челюстной канал, и это уже будет большой хирургией грозить. То есть это стационар, палата и так далее. А если вы не уберете кисту, либо долго будете перелечивать. Поэтому лучше тут уже пойти на радикальный метод, это удаление зуба, вычистить все, дать, чтобы оно зажило, и потом установить имплант. Вот у меня такое же было. У меня как раз киста образовалась. Это Ксюша, я вижу, что это ты спрашиваешь. У меня как раз была такая ситуация. У меня образовалась киста, и корень практически утонул потом вот в этом гнойном мешочке. Мне пришлось удалить зуб, потому что он почти что весь изгнил. Вероятность спасти такой зуб, ну, есть, конечно, случаи, но просто тут надо поставить на чашу весов. А стоит ли этим зубом заниматься? Ну, например, вам нужно будет прийти к доктору раз 15, заплатить ему порядка 50 тысяч, а то и 100 тысяч рублей за этот зуб, и потом доктор вам разведет руками и скажет, увы, я не смог спать. Не удалось. Да, не получилось. И что подумает про этого доктора этот пациент? Он подумает, что доктор как минимум жульничал, и зная, что вероятность минимальная, там, 1% или 5% из 100, он заведомо брал деньги у пациента, зная, что перспектив мало. Поэтому тут уже надо смотреть. Еще есть вариант такой, что, да, надо посмотреть индивидуально, есть вариант, что попробовать вылечить под микроскопом, потому что, как мне говорят, под микроскопом видны все каналы хорошо, правильно? Да, да, но размер кисты все равно имеет значение. Да. Добрый вечер. Нужно ли удалять зубы мудрости, если они не беспокоят? Если они не беспокоят, это еще не фактор того, что не удалять. Нужно смотреть, как они располагаются. То есть, если они выросли правильно, зачастую, в 90% случаев, они не помещаются в челюсти, и поэтому они растут либо как-то криво, либо растут под наклоном. И когда они растут под наклоном, происходит неправильное обпережевывание пищи, и потом это может повлиять на височно-нижечелесной сустав, что приведет к таким последствиям, отдаленным последствиям. В возрасте там 40-50 начинаются щелчки, хруст, боли в ушах, и затылок, и звон в ушах. И вот это уже первые признаки того, что у вас неправильный прикус. А еще вот эти зубы мудрости, они толкают передние зубы, и у пациента, у которого зубы были ровные в молодости, они потом вдруг становятся здесь в области передних зубов кривые. Это следствие того, что зубы мудрости были не вовремя удалены. Теплый привет из Армении. Лучший стоматолог с хорошей семьей. Акопян Кристина. Привет, привет. Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, добрые люди чата. Здравствуйте, Светланочка. Я сделала операцию флеболога. В январе отдала 100 тысяч, апрель уже вены появляются. Я в шоке. Ну, значит, нужно выбирать флеболога по отзывам. Вот когда вы выбираете себе врача, нужно же не так просто вот ткнул просто куда-то и пришел. Я всегда лично подбираю по отзывам врача. То есть я прям вбиваю в интернете врача и отзывы, и читаю. Все, все просто же. Так, почему в процессе установки венеров начал печь язык? Что с этим делать? Скорее всего, кислота попала вам на язык. Либо печь, либо кислый, может быть. Ну, смотря что там делали, я не знаю. А, еще бывает такое чувство жжения от кровиостанавливающего. Вот очень хороший вопрос. Почему такая невысокая цена? 20 тысяч. Я еще на минуточку за 19 тысяч. Тысяча еще от меня скидка. За некерамический винир. Обычно цена в районе 50. Правильно. Смотрите, ну, у меня несколько видов виниров. Есть стандартные, премиум класса, эксклюзивные. Стандартные виниры, которые я раньше делал, по 30-35 тысяч. Сейчас я предлагаю по 20 тысяч. С чем это связано? Сейчас многие пациенты, подписчики, они стараются сидеть дома, ничего никуда не вкладывать, или покупать доллары, или покупать какие-то телевизоры, машины по сумасшедшим ценам, и так далее. Они сидят и ждут, пока что-то заболит, и тогда они приходят. Про зубы как-то вот немножко по-другому. Так как мы работаем только в этом направлении, и делаем только большие глобальные работы, мы не хотим переквалифицироваться в врачей и в клинику, которая делает одиночные зубы, когда у кого-то что-то заболело. Есть спрос, есть предложение. И вот хорошая, уникальная возможность для тех, у кого ограничены финансовые возможности, он может воспользоваться вот такой хорошей ценой. А так, конечно, разница очень большая. Тут еще плюс, у вас своя мастерская, насколько я знаю. Да, еще наша собственная лаборатория, все работы буду делать лично я, то есть это очень важно, вы можете посмотреть по моей страничке, мой уровень, мои работы до-после, сложность моих работ, и вы поймете, ну, то есть почему, потому что, потому что вам доброе дело делаем. Сделать доброе дело, да. Коллеги, пламенный привет, замечательный доктор и лектор Ирина. Мне врач сказал, что при удалении сразу ставит имплант. Разве не надо наращивать? Ну, видимо, у вас все в порядке с костной тканью. Да, тут, конечно, можно сразу и удалить, и поставить имплант, и сделать костную пластику. Тут у всех все индивидуально. Можно и в дальнейшем сделать пластику слизистой. Не всегда бывает проблемой нехватка костной ткани. Есть еще такая проблема, как нехватка слизистой. Например, пациент долгое время носил съемный протез, и у него уселась, ну, атрофировалась и костная ткань, и сама слизистая. А чтобы было безопасно, нужно еще, чтобы от кости до края коронки было достаточное количество самой слизистой. Из-за чего организм может отторгать имплант? Как заранее узнать о такой особенности? Ну, противопоказания к имплантации, либо осложнения от имплантации может быть у людей, если сахар выше восьми, то есть, например, если у пациента 14 или там 20, то мы отказываем. Если это не повод расстраиваться, просто нужно обратиться к своему врачу, лечащему, он назначает препараты, опускаем сахар до восьми, и потом идем на имплантацию. Вот. Потом проблемы с щитовидкой, если пациент пьет кроверазжижающие препараты, например, после операции на сердце, то варфарин, например, то таким пациентам нельзя проводить имплантацию, потому что это хирургическая манипуляция, нужно либо перевести на другой препарат, либо отказаться от имплантации и выбор сделать в пользу там мастовидного протеза и так далее. Поэтому глобальных каких-то противопоказаний нет. А почему имплант не прижился? У всех индивидуально. Опять же, гигиена, опять же, опыт и правильность установки импланта. Ну, то есть, насколько врач опытный и правильно сделал все. Поэтому тут только вот эти два момента. Надкололась керамическая коронка. Можно ли как-то ее отребантировать? Можно, но практика показывает ненадолго. Если это можно заполировать, то лучше заполировать. Реставрационные материалы работают, но зачастую, если она откололась, значит, там была гипернагрузка. И если мы поставим материал, который в 10 раз мягче, чем герамика, вероятность, что он сколется, тоже большая. Один из зубов под виниром реагирует на холодное и горячее. Что делать? Надо осмотреть причину. Если это не герметичность винира, то нужно сделать так, чтобы он герметичный был. Вплоть до переделки. Если это оголение шейки зуба, то опять тоже переделать нужно. Бывает так, что нужно... Мы назначаем препараты, специально обрабатываем шейку зуба, и чувствительность уменьшается. Напишите мне в директ, я вам скажу, какие. Расскажите про свои зубы, врач. У вас свои? Сейчас это у меня... Я в процессе изготовления. Пока у меня установлены временные виниры, вот так они выглядят. Я с такими ходила. Да. Они как единое целое, поэтому они не такие симпатичные. Вот улыбнитесь. Видите, видно у Ирины Александровны, как зубы, каждый зуб, он одиночный. А у меня видно, как будто оно все цельное, монолитное. Для чего это делается? Для того, чтобы эти временные конструкции не упали. То есть, они фиксировались за зубы. Поэтому не так эстетично, но вполне себе нормально для того, чтобы подождать. Хороший вопрос. Подскажите, если кривые зубы, можно ли поставить виниры? Ну, вот прям очень хороший вопрос. По протоколу Минздрава России, я как врач, стоматолог обязан вам предложить ортодонтическое лечение. То есть, брекеты, либо элайнеры. Но пациент вправе отказаться от брекетов. Ну, например, у него был горький опыт. Вот у нас позавчера пациентка обратилась к нам. И позавчера, вчера даже, не позавчера, вчера, 6 лет она проходила с брекетами, 6 лет в Анапе, из города Анапы. И врач неправильное лечение сделал, настолько неправильное, что сейчас за нее ни одна клиника не берется. Ни в Москве, ни в Анапе. Ну, то есть, она ко мне уже как за крайней инстанцией. Я говорю, сделайте снимок, я посмотрю. Поэтому, у кого горький опыт, он уже наотрез отказывается. У кого нет желания ходить с брекетами, и зубы незначительно искривлены, действительно, можно обойтись без брекетов и поставить виниры. Но по протоколу, чтобы меньше зуб травмировать, то есть, меньше сошлифовывать твердой ткани, желательно сделать сначала брекет-систему, либо элайнерами, то есть, ортодонти, а потом уже виниры. Так, 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 отличный эфир. Одиннадцать лет ребенку. Что лучше, пластинки или брекеты? Брекеты, но нужна картодонта. Надо смотреть. Всегда индивидуально. Если удалить зубы мудрости в тридцать лет, передние кривые зубы на место встанут? Нет. Только брекеты. Или, опять же, надо смотреть виниры. Ирина Александровна знаю давно, была у нее на марафоне, а вашего гостя знаю от Араика Голстяна. Да, да. У Ирины Александровны всегда хорошие гости. Очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Межзубный кариес на передних и верхних зубах стоматолог говорит, не нужно лечить, так как стадия пятна. Это нормально? Ну, такой спорный момент. Это старая школа и новая школа. Ну, нормально до какого-то времени. Но это некрасиво, и это... Вы можете просто в какой-то момент пропустить настолько эту... То есть, не углядеть, что придется из этого зуба удалять нефть. Поэтому новая школа говорит о том, что нужно убирать этот кариес. Потому что доктор в стадии пятна не может определить, насколько он глубокий. Иногда смотришь на зубе, вроде маленькая-маленькая точечка. Начинаешь открывать и убирать это, а там... Это как на яблоке. Смотришь, точечка. Разрезаешь, а там... А там внутри гнилась. Да. Поэтому точно сказать невозможно. А вот короче вопрос. Лучше пролечить. При бруксизме импланты можно ставить? При бруксизме... Кстати, многие бруксисты думают, что это болезнь, и нужно ее лечить. Бруксизм – это ответная реакция организма на негативный фон или стрессы в организме. Стрессы разного характера. От эмоционального до неправильного. То есть, например, у пациента... Пациенту сделали коронку или там пломбу поставили. Она ему неудобна. Он за день настолько стрессует вот об этом. Ну, в связи с этой неправильно установленной коронкой либо пломбой. Что ночью, когда он в состоянии сна, он начинает сжимать зубы, чтобы успокоиться. То есть, например, маленький ребенок, который там в садик ходит, когда у него стресс, он плачет. И ему от этого легче. Он поплакал, успокоился, пошел бежать дальше там, играть. А взрослому он не может, ну, не все могут себе позволить поплакать, да. И вот этот вот выплеск, выход энергии вот этой негативной, он начинает сжимать. Вы, наверное, видели, когда ребенок даже злится или он так вот злится, напрягается. И вот это бруксизм. Если вылечить бруксизм, например, отключить мышцы, да, то это может вылезти где-то в другом месте, а именно там на сердце, где-то что-то там. То есть, можно защитить зубы от раскола, от стираемости при бруксизме. Но сам бруксизм невозможно, ну, не нужно лечить. Это ответная реакция на стресс. То есть, да, может просто банально недосыпание или не вовремя ложитесь спать, или проблемы на работе в семье могут быть причиной бруксизма. Так, ну, я хочу отпустить нашего доктора. Вот, потому что с вами хорошо, конечно, нам нужно еще поболтать о своем. Вот, поэтому обязательно сейчас оставлю ссылочку на страницу доктора. Записывайтесь, и я за вас спокойно, потому что я вас отправляю в надежные руки суперпрофессионала. Всем хорошего вечера, всем пока, следите за своим здоровьем и вкладывайте правильно деньги. Красивый улыбок. А я могу пообещать, что вы останетесь довольны. Это точно. Всего доброго.